А-а-а-а Всё, что тебя касается, всё, что меня касается Всё только начинается, программа «Наши всё» Всё, что тебя касается, всё, что меня касается Всё только начинается, это наше всё Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре 31 октября, понедельник, и это значит, в студии вас рады приветствовать Кристина Радченко И Дмитрий Челиков Как всегда в рамках программы «Наши всё» нам хочется обсудить интересные и полезные темы И сегодня нашёлся повод обсудить именно полезную тему Всё потому, что 31 октября принято отмечать Международный день экономии Отличный праздник и повод задуматься о том, выгодно ли нам экономия И насколько ответственно подходить к данному занятию Все плюсы и минусы экономии взвесим сегодня в программе «Наше всё» Смотрите сегодня в программе «Наше всё» 31 октября, день экономии Как экономить грамотно? Расскажем Одеваться от кутюр с бешеной скидкой? Научим Как можно сэкономить на продуктах? Подскажем Скупятся ли мужчины на подарки женщинам? Проверим Партнёр программы «Сеть магазинов Народные кухни» Только в октябре скидка 20% на коллекции «Кухонь» «Ева» и «Ассоль» Партнёр программы «Компания «Формула ДВ»» Реализует продажу и доставку всех видов технических газов Улица Кирова, 10Б, телефон 378045 Партнёр программы «Магазин Еврочехол» Торговый центр «Белая гора», второй этаж Партнёр программы «Отелье Талисман» Профессиональный пошив и ремонт одежды любой сложности Улица Комсомольская, 28, офис 304 Экономия, безусловно, как хорошая профилактика для нашего кошелька Ведь мы всегда пытаемся увеличить доходы и снизить затраты Или попросту не хотим тратить деньги на ветер Наверное, первое и самое очевидное приложение Это немного сэкономить в быту Для создания комфорта и здорового микроклимата помещения Мы пополняем парк бытовой техники Уже сейчас подсчитано, что до 30% энергии, приходящей на душу населения Тратится в нашем домашнем хозяйстве Все потому, что в каждой семье есть холодильник, телевизор, стиральная машина Все чаще в наших квартирах появляются компьютеры, посудомоечные машины, кухонные комбайны, электрочайники и другие припоры И вся эта техника буквально пожирает наши деньги Отсюда вывод Нужно экономить на энергии Тем более, что экономия энергии – это не только экономия денег и создание необходимого комфорта Но и забота о детях и нашей планете Ведь каждый из нас является частью планеты Любое действие или бездействие способно повлиять на развитие событий Сегодня 31 октября, понедельник И мы познакомим вас с событиями, которыми этот день запомнился в истории Начнем с праздников, я думаю Сегодня 31 октября на Западе принято отмечать нашумевший праздник Хлоуин или Канун для всех святых Говорят, Хлоуину не менее двух тысяч лет В свои истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры Сегодня также отмечают Международный день Черного моря Отмечу, Черное море омывает берега России, Украины, Румынии, Балгарии, Турции и Грузии В него впадают крупнейшие реки – Дунай, Днепр, Днестр А растительный мир включает в себя 270 видов многоклеточных зеленых, бурых, красных донных водорослей Еще сегодня день сурдопереводчика в России Как известный язык, на котором разговаривают сурдопереводчики с экрана и со своими клиентами – жестовый В мире на нем общаются несколько миллионов людей Во многих странах он давно уже признан официально Новостные программы, аналитические обозрения, детские музыкальные передачи непременно продублированы для людей с проблемами слуха А вот что произошло в этот день в истории 205 лет назад основан Императорский царско-сельский лицей А 75 лет назад завершено сооружение национального мемориала США на горе Рашмор Напомнит одна из визитных карточек США – гордость американцев На этой горе высечены по рельефу четырех президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта Олицетворяющих, соответственно, рождение, философию, объединение и экспансию нации Орделась в этот день Гавриил Попов – советский экономист и российский политик, первый мэр Москвы И Анатолий Попанов – советский актер театра и кино, народный артист СССР Именины сегодня отмечают Иван, Иосиф, Леонтий А также Николай, Семенов и Сергей Меня радует хорошая учеба в школе Хорошие оценки каждый день я получаю Родители не ругают, а наоборот хвалят Занимаешься чем-нибудь? Нет пока, но я записалась на китайский язык и все А чем тебя привлекает китайский язык? Ну, потому что папа в Китае работал, сейчас я сама хочу тоже туда поехать Вот и решила записаться В жизни происходит много всего хорошего Много появилось добрых людей Много развитых увлечений Например? Ну, например, я занимаюсь конным спортом, провожу прогулки, катаю детей Меня радует то, что я живу с моей мамой и папой Что у меня очень счастливая семья, есть брат любимый И что все делаем всегда вместе Я у меня дружу с такой лучшей подругой Вероникой И мы всегда вместе И нам хорошо, и то, что я тоже живу с родителями И у меня есть сестра Хорошо, а ты занимаешься чем-нибудь? Да, хожу в бассейн вместе со своей подругой Ходим на кружок, на рисование, на велосипедах катаемся Меня радуют дети, у меня два мальчика Один хулиган, другой очень покладистый Как говорится, мамин сыночек Он у меня добрый, хороший А младший замещает и старшего, и младшего Он чересчур вредный Здесь радует, мне радует, внучка родилась, тоже радует Солнышко светит, тоже радует Все очень хорошо и прекрасно Я желаю вам тоже хорошего дня Всего самого в жизни хорошего До свидания Партнер рубрики Ювелирная мастерская Золотая корона Ремонт ювелирных изделий Изготовление по индивидуальному заказу Любой сложности Навык экономить, конечно, очень полезен Но что делать, если душа требует хлеба и зрелищ? Выход найдется и здесь Главное знать несколько простых правил Вот какой выход есть у желающих сэкономить на кинотеатре Отправляемся в кино на утренние сеансы В рабочие дни Приобретаем абонемент в любимый театр И ходим в него круглый год Или отслеживаем купоны со скидками на киносеансы И дорогостоящие постановки А если вы активный человек И ни дня не мыслите без острых ощущений Тогда недорого и очень полезно будет отправиться на прогулку пешком Или пойти в турпоход с друзьями или детьми В любом случае в развлечениях отказывать себе нельзя Ведь это залог вашего хорошего настроения А где запастись хорошим настроением у нас в городе Узнаем из афиши В ближайшие несколько минут я познакомлю любителей культурных мероприятий С самыми интересными событиями нашего города С 18 ноября по 4 декабря Жители и гости города смогут побывать на грандиозной программе Представленной Большим московским цирком Шапито Организаторы обещают 2,5 часа оригинальных номеров Которые поразят зрителей всех возрастов 16 ноября в Доме офицеров российской армии Состоится авантюрная комедия «Искуситель» Гостей ждут в 18.00 3 ноября в 19.00 Уссурийский музей приглашает жителей и гостей города Принять участие во всероссийской акции «Ночь искусств» Только в эту ночь музейные и театральные инсталляции В сочетании с виртуальными экскурсиями Исторические и литературные чтения на фоне уникальной художественной выставки Оригинальные мастер-классы И это все, чем я хотела с вами поделиться Живите культурно и следите за афишей нашего города вместе с нами Как мы сегодня говорили, экономия – это способ снизить свои расходы С целью увеличения прибыли Но если вам не нравится такой вариант, всегда есть альтернатива И одна из них ироничная Но, возможно, не лишенная смысла Это народные приметы В наши дни почти никто не знает и не соблюдает народные приметы Однако же следование им иногда способно притянуть удачу, счастье или деньги Вот только несколько примет для привлечения денег Долг надо отдавать утром, чтобы деньги водились Разменивать рубли мелочью, к слезам крупные купюры мелкими, к тратам А чтобы больше денег было, положи в кошелек осиновый листик Хотите верьте, хотите нет Можете следовать этим примерам, а можете и нет Как, собственно, и в гороскоп Но знать и то, и другое всегда пригодится Партнер рубрики «Компания Монолит» Осуществляет продажи бетона всех марок Телефон 300-328 Гороскоп на 31 октября Овну необходимо сохранять спокойствие, чтобы воспринимать все события с улыбкой на устах Вечер принесет массу ярких впечатлений в любви Гороскоп предсказывает Тельцу судмоносную встречу во время деловой поездки Азартные игры вам лучше исключить Если близнецы отправятся в поездку вместе с семьей и детьми, то останутся довольны путешествием Рак, у гороскоп предсказывает небольшую прибыль и открытие своего дела Вы позволите себе шоппинг и купите подарки для всей семьи Льву неоднократно предстоит обращаться за советом к друзьям Также вы можете удачно продать квартиру и положить деньги в банк Если у девы есть личные секреты, то пусть они таковыми и останутся Не стоит распространять совсем о своей личной жизни, планах на будущее и получении наследства Весы будут часто вспоминать прошлый любовный роман Главное, чтобы вашу тоску по бывшему не разгадала новая пассия Гороскоп обещает Скорпиону ясный и приятный во многих смыслах день У вас появятся новые надежные партнеры в бизнесе Стрельцы Ваша страсть к путешествиям и свободе явно не по душе новому возлюбленному Стрельцу нужно прийти к компромиссу, иначе его красивый роман быстро сойдет на нет В этот день Козерог нацелится любыми путями сделать карьеру и преумножить капитал В вечернее время вы решите посвятить отдыху, чтению и просмотру любимой передачи Активность и инициатива помогут водолею добиться расположения человека, от которого они давно без ума Кстати, в личной жизни вам тоже не помешает благоразумие Гороскоп советует рыбам искать надежный тыл, чтобы не чувствовать себя хуже остальных Старайтесь изолировать себя от тех дел, которые не приносят морального удовлетворения Дорогие друзья, на этом разговор об экономии мы не заканчиваем Совсем скоро вы узнаете, как сэкономить на одежде или одеться от кутюр с 50% скидкой Также узнаем, как сэкономить на продуктах Намотаем на ус несколько простых лайфхаков и выясним, экономят ли мужчины на подарках для милых дам Оставайтесь с нами Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вас рады приветствовать Кристина Радченко И Дмитрий Челиков И мы спешим напомнить, что сегодня понедельник, 31 октября, Международный день экономии Поэтому и тема, которую мы сегодня обсуждаем вместе с вами в рамках программы «Наше все» Приуроченная к этому дню и звучит просто – экономия Далее в нашей программе основные житейские ситуации, в которых можно сэкономить Давайте обсудим Итак, подходим к самому основному Экономия на продуктах, большинство граждан отмечают их подорожание Индекс роста цен на них за последние полгода составил 15-20% Согласно опросам, существеннее всего подорожали сахар, крупы, овощи, фрукты, молочка, мясо и рыба При этом каждый пятый опрошенный, а это 20%, признался, что ему пришлось перейти на более дешевые продукты А от покупки некоторых вовсе отказаться По прогнозам экспертов, цены продолжают расти, а значит, пора учиться экономить Мы подскажем вам, как тратить минимум денег на продукты питания Грамотно совершать покупки поможет мне Сергей Балакирев, член гильдии маркетологов Сергей, здравствуйте Добрый день Скажите, с чего рационально начать поход в магазин? Наличие списка покупок Безусловно, он позволит вам корректировать свои покупки и покупать только то, что действительно вам нужно Если его нет, как у большинства наших статичников, которые приходят в магазины То есть вероятность спонтанных покупок, которые увеличат ваш средний чек Сергей, ну я к нашему походу по магазинам подготовилась У меня есть список Прекрасно Поэтому отправляемся за покупками Отлично На прилавке я вижу огромный выбор кефира, какой же выбрать, чтобы нам не разориться? Тут есть два варианта Безусловно, хороший продукт не может стоить дешево Если я вижу подозрительную низкую цену, нужно обратить внимание, почему она такая В частности, в составе подобных продуктов могут быть не совсем качественные компоненты Нужно насторожиться Вот этот кефир, кстати, я часто вижу в рекламе, может тогда его и возьмем? Очень важный момент, действительно А те продукты, которые рекламируются, в их стоимости, безусловно, заложены рекламные издержки Ну, мы пришли экономить, а не переплачивать за бренд Поэтому возьмем кефир подешевле, за 49 рублей Попробуем, может быть, он окажется неплохой Попробуем И отправляемся за соком Чем крупнее упаковка, тем больше вероятность, что она будет находиться на нижней части полки Поэтому двухлитровый соки, в данном случае, мы ищем сразу на самой нижней части полки А цена вот зависит от места расположения продукта? Безусловно, с точки зрения мерчендайзинга, продукты, которые стоят дороже, располагаются чуть-чуть выше уровня глаз Либо на его уровне Чтобы не тратить много денег, мы выбрали сок из эконом-категории Кладем его в корзину и отправляемся за яйцами О, огурцы соленые Так прямо мне захотелось огурчиков Давайте тоже возьмем Так, поговорить, стоп Если нет в списке, лучше не брать Сейчас мы попались на классическую удочку Островок, который находится у нас на пути, с яркими ценниками И, безусловно, любой проходящий мимо зачастую не может устоять от того, чтобы не взять баночку, упаковочку, пакетик с этого островка Пишу вас в список в следующий раз Ну и тут, конечно, огромный выбор Что же в корзину-то надо положить? В данном случае классический пример Бери больше, заплатишь меньше Упаковки по 15, 20, 50 штук в упаковке Всегда пересчете на одну штуку стоят дешевле Вот как раз мясо мороженое Возьмем кусочек Сэкономить на правильном выборе мяса можно очень серьезно В первую очередь, самые доступные цены есть либо на рынках, либо в специализированных магазинах Поэтому уж если прижало экономит, то за мясом отдельно можно съездить на рынок, либо в магазин Давайте, Сергей, возьмем еще йогурт Пойдем домой Вот есть отличный био-йогурт с клубничным вкусом Вот тут бы я рекомендовал обратить внимание на все возможные приставки био, эко, без ГМО и прочие-прочие вещи Достаточно взять упаковку и прочитать состав А в лучшем случае там будет то же самое, что и в стандартном То есть это очередной повод переплатить больше? Безусловно Итак, повторим основные правила экономии продуктов в супермаркете Составьте список продуктов Обращайте внимание на состав, а не на популярный бренд или яркую упаковку Весные продукты стоит покупать на рынках или в специализированных магазинах Там они дешевле Продукты с приставками био, эко, без ГМО, как правило, имеют обычный состав, но стоят дороже Большие упаковки позволяют экономить Партнер рубрики «Магазин» «Парное мясо» Это не дешевое мясо, это цены низкие Ребра 220 рублей, окорок 225, улица Фрунзе 28 Всех вместе объединил фестиваль экспериментального творчества «Высота» Те, кто не представляет свою жизнь без танца и без сцены, получили уникальную возможность обменяться опытом с другими творческими людьми В программе фестиваля были мастер-классы от известных танцоров Кульминация мероприятия – выступления непосредственных участников, танцоров и актеров Андрей Лазарев приехал из северной столицы В первый день фестиваля он провел для участников мастер-класс Во второй – выступал на сцене наравне со всеми У меня нет задачи, я должен выиграть, я самый лучший Просто я покажу то, что я умею, то, что я чувствую Ты будешь танцевать, у тебя будет нога все время приклеена к полу Одна нога, все как хочешь Не вынимать руки из карманов, не вставать, держать на протяжении всего танца левую руку у правого колена Показать эмоции, изобразить зверя, стать манекеном Фантазия судейской коллегии не знала границ Но и этого организаторам конкурса оказалось мало Во время выступления они выносили на сцену предмет, который танцорам нужно было обыграть Не легче была задача и у актеров За полмесяца им было дано задание подготовить отрывок из любой пьесы Шекспира Большинство артистов выбрали Ромео и Джульетту Нам не очень хотелось оказывать какой-то стереотипный отрывок А-ля сцена у балкона, или сцена в склепе Это часть жизни Ромео, когда он рассуждает о том, что с ним произошло, когда он влюбился в Джульетту Сцену из пьесы жюри предлагает дополнить следующими обстоятельствами Действо происходит на городской улице 31 декабря на часах без трех минут полночь Импровизационную театральную постановку организаторы дополнили не предметом, а персонажем Задача актеров не растеряться и грамотно вписать нового героя в свой сценарий Не меняя при этом оригинальный текст пьесы Сегодня мы говорим об экономии, а можно ли уменьшить расходы на средствах по уходу за собой Здесь мнения разделяются Одни авторы высказывают мнение, что профессиональный уход за лицом и телом необходим и без него никак не обойтись А другие же советуют пользоваться народными средствами, как делали это наши бабушки Но есть и такие советчики, которые, ратуя за натуральность, призывают вовсе отказаться от маникюра, педикюра, окраски волос и ухода за лицом Можно еще и не мыться, я так полагаю Мыло и шампунь при этом не расходуются А можно ли на самом деле сберечь деньги, существенно сократив расходы на красоту, на средства для макияжа, на услуги парикмахера Безусловно, можно, но с умом Если вам надоело перекрашивать ногти через день, то просто сбрызните любой антисептик для рук на ватку и протрите свои ногти перед нанесением лака Ногти обезжирятся и тем самым лак будет держаться немного дольше У вас наверняка такое случалось, что непонятно как, но расстегнулась ширинка Просто возьмите кольцо и проденьте на собачку, а затем застегните ширинку, зацепив кольцо на пуговицу Теперь такая проблема вас не настигнет Если у вас сухие волосы и вы с трудом их расчесываете, возьмите пульверизатор, который найдется в каждом доме и любой кондиционер или бальзам для волос Немного перелейте в бутылочку и наполните ее водой Хорошенько встряхните и спрей для запутанных волос готов Теперь расчесываться будет намного приятней Если у вас опять нет денег на телефоне, а вам срочно нужно позвонить Воспользуйтесь приложением GoUpCash Этот сервис платит за установку бесплатных приложений от 5 до 100 рублей за каждую установку Главное после загрузки приложений их запустить Деньги можно вывести на счет мобильного телефона или на кошелек WebMoney Ссылка в описании Если у вас в доме живут маленькие дети и осталась термомозаика и вы не знаете, куда ее можно деть то из нее можно сделать оригинальный чехол для телефона с вашим именем Выложите на планшете нужные буквы и через кальку проглотите ее утюгом Приклейте на старый чехол и новый чехол готов Летом хочется поднять себе настроение яркими аксессуарами, а денег нет Возьмите снова термомозаику, разрежьте ее и проденьте наушники Новые яркие наушники готовы Следующий лайфхак девушки пойму Если вы в салоне сделали шеллак или гель-лак, а денег на то, чтобы снять былую красоту тратить не хочется и вы делаете это дома, но у вас плохо получается то этот совет вам поможет Нам потребуется любая фольга, пилка, жидкость для снятия гель-лака ее можно купить в магазине недорого ватки и апельсиновая палочка или для маникюра Спилите хорошо верхний слой, тогда шеллак будет растворяться лучше Заворачиваем пальчики в фольгу и без проблем снимаем остатки гель-лака В итоге у нас чистые ногти с минимальными затратами а все средства можно использовать еще много раз Еще один удивительный лайфхак, который работает если подписаться на мой канал, то сегодня ты найдешь 1000 рублей так что решайте сами Еще один пункт наших затрат это подарки причем даже исследователи все чаще задаются вопросом сколько денег люди затрачивают на приобретение подарков Согласно проведенному опросу жители Европы тратят на подарки около 5% от своего бюджета Например, англичане расходуют в среднем 4,3% не считая 1% идущего на благотворительность А вот в США люди тратят на покупку подарков чуть меньше средств примерно 3,7% семейного бюджета что составляет от 500 до 2000 долларов в год Мексиканцы более щедры в данном вопросе из-за их траты на подарки превышают 10% от годового бюджета Более того, исследователями также были выявлены праздники с самыми дорогими подарками Первое место занимает Рождество за ним следует Новый год, свадьбы и дни рождения На эти праздники приходится 3 четвертых от общей суммы подарочных денег А вот не скупятся ли наши русские мужчины на подарки женщинам к Международному женскому дню? Предлагаю узнать из следующего видео Ну, конечно, все по скидкам будем покупать Вот сейчас съездим, выбираем Выбираете подарок вместе с супругами? Да, да Экономные все стали сейчас То есть почувствовали на себе, что нужно как-то ужаться? Ну, само собой, да Цены все в два раза подорожали Надо экономить На чем экономить будете? На цветах, на еде? Не, на цветах-то точно экономить не будем Ну, есть, есть поменьше будем, наверное В магазинах одним мужчиной Два женщины практически не видно Поэтому чувствуется предпраздничное настроение И желание порадовать своих любимых женщин Кризис, ценники, какая разница? Мама есть мама, найдем денег Правильно? Конечно Цены позволяют что-то стоящее подарить? Ну, конечно А, во-первых, у нас ремонт просто Из-за этого как бы обойдемся цветами Но цветы обязательно Подарки вам сложнее стало выбирать? А, я не обращаю внимания Не обращаете внимания на цены? Не подорожало, но что делать? То есть, от 8 марта нельзя отказываться Женщине нужно подорожать? Конечно Женщины это наше вдохновение И поэтому ужиматься в этом отношении никак нельзя Потому что они Нас вдохновляют, мужчин На новые подвиги На новые открытия Так что Это святой праздник для каждого мужчины Он должен найти резервы И сделать хороший подарок Ну что же, друзья Сегодня, 31 октября Международный день экономии Все тонкости этого нелегкого дела С вами обсуждали мы Кристина Радченко И Дмитрий Челиков Пользуйтесь нашими советами И будьте экономны Вы смотрели программу Наше все Спасибо, что были с нами Партнер программы Сеть магазинов Народные кухни Только в октябре Скидка 20% На коллекции кухонь Ева и Ассоль Партнер программы Компания Формула ДВ Реализует продажу И доставку всех видов Технических газов Улица Кирова, 10Б Телефон 378045 Партнер программы Магазин Еврочехол Торговый центр Белая гора, 2 этаж Партнер программы Отелье Талисман Профессиональный пошив И ремонт одежды Любой сложности Улица Комсомольская, 28 Офис 304 Магазин Еврочехол Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова